Всем привет, на связи Мабу и сегодня я вам расскажу как создавать некие такие вложенные пункты меню. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе «Андроид разработчик» за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс «Андроид разработчик» за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Вот мы с учениками делали проект на моем курсе. У нас есть верхний топобар, а вот справа есть такая иконка, которая символизирует каталог. И мы бы хотели, чтобы при клике по этой иконке выезжало меню. Видите, есть пункт меню «Каталог» и стрелка, что означает, что есть вложенные пункты. И кликая по этому пункту, вот он каталог, выезжают дополнительные пункты. Итак, как это реализовать? Если вы не знаете, как создавать топобар, то я вам рекомендую записаться ко мне на курс. Мы в топобаре просто размещаем иконку и под эту иконку прикрепляем специально навигационное меню, которое создаем в отдельном файле. В папке меню называем «Файл меню». Здесь у нас подключения декларативные идут и, собственно, тег «Сам меню». Основной вот этот пункт меню «Каталог». Также создаем дополнительные пункты меню «Фаворитес», да, то есть, смотрите, то есть «Фаворитес» и «Аккаунт». У первого пункта меню у нас будет дочерний пункта меню, поэтому он у нас состоит из двух тегов. Открывающийся тег и внизу закрывающийся тег. Остальные пункты меню, которых не будет в никаких вложенных элементах, могут создаваться и создаются через один тег, который является открывающимся и закрывающимся. Просто в конце ставим слэш перед закрытием тега. И внутри тега, в котором, внутри пункта меню «Айтем», в данном случае каталог, в котором мы хотим разместить вложенные подпункты, мы внутри него, между открывающимся и закрывающимся тегом, должны разместить открывающийся тег меню и закрывающийся тег меню. Внутри этого тега мы должны разместить те или те подпункты, которые хотим разместить. В данном случае у нас будет, скажем так, вложенность одного уровня, то есть у подпунктов каталог не будет никаких дочерних пунктов, поэтому мы подпункты создаем в виде открывающегося и закрывающегося тега, то есть одного тега, и присваиваем у каждого подпункта ID-шник, для того, чтобы потом навесить на этот подпункт функционал обработки, то есть чтобы при нажатии на это по этому пункту что-то происходило. Для этого нам нужно обратиться к этому подпункту по ID-шнику. Опять же, это все на курсе есть. И то есть мы создаем три подпункта, главный, у каждого у которых есть ID-шник, и заголовок, ID-шник и заголовок. И получается такая схема, мы кликаем на иконку, выезжает главное меню, в которых три пункта, каталог, фаворит и аккаунт, и при табе по каталог выезжают дочерние пункты, то есть дочерние пункты, в данном случае подпункты пункта каталог, то есть подпункты первой вложенности, которые содержат в себе три пункта. Еще раз, давайте пройдемся по коду. Так, давайте пройдемся по коду. Мы создаем файл меню, внутри у него главный тег меню, который состоит из двух частей, открывающейся и закрывающейся. Это меню первого уровня, ну не то, что первого уровня, это главное меню, которое отображается на топобаре в виде иконок. Здесь у нас будет один пункт, одна иконка, shop. Внутри этого пункта, этот пункт меню будет состоять из открывающейся тега, вот открывающейся тег и закрывающейся тег. Ну потом, конечно, меню закрывается. Внутри этого тега мы будем класть еще одно меню, для того, чтобы при табе по этой иконке выезжала панель с меню. Для этого, для создания внутри этого тега меню, мы внутри этого тега создаем тег меню. Здесь мы его открываем, а здесь мы его закрываем. И это меню будет, как бы дочернее меню, состоять из трех пунктов. Каталог, избранное и аккаунт. Но так как, ну, пункты, допустим, избранный аккаунт, не будут себе содержать никаких дочерних пунктов, поэтому мы их оформляем в виде одного тега, который является открывающимся и закрывающимся. Тег каталог, он будет у нас, как бы, содержать дополнительные пункты, дочерние пункты первой вложенности, да, по отношению к нему, по отношению к главному меню второй вложенности. И этот тег, и внутри вот этого тега каталог, который должен содержать дочерние пункты, во-первых, мы этот тег оформляем в виде двух отдельных тегов, то есть открывающийся и закрывающийся тег. И внутри этого тега мы кладем еще тег меню. Тег меню, конечно, будет состоять из двух частей, открывающихся и закрывающихся, и внутри уже этого тега меню будут три элемента, три подпункта, которые мы оформляем в виде одинарного тега. И у каждого этого подпункта должен быть айдишник и заголовок. Если бы мы хотели внутрь, допустим, одежды положить еще дальше подпункты, то внутрь мы его оформили бы в виде открывающегося и закрывающегося тега, внутрь положили тег открывающийся и закрывающийся меню, а внутри этого меню также положили теги item и так далее. То есть вы должны понимать, что создаем файл меню, тут он оформляется в виде главного тега меню, затем мы в этот тег меню кладем основные пункты, которые отображаются вот здесь в топ-оп-баре. А если нужно, чтобы при нажатии мы проваливались дальше, то внутрь тот тег, тот элемент, на который, при теге по которому мы должны нажимать и проваливаться дальше, то мы должны оформить в виде двух частей, открывающегося и закрывающегося тега, туда положить открывающийся и закрывающийся тег меню, и далее в этот тег меню мы должны положить пункты, оформленные в виде тега item, которые оформлены определенным образом. И так по иерархии все дальше и дальше. Если вы хотите более подробно все изучить, то я рекомендую вам записаться ко мне на курс. Вы станете андроид-разработчиком качественно и оперативно, без всякой головной боли и нервных срывов, потому что такая вещь как нервные срывы очень распространены в сфере программирования. Поэтому записывайтесь, если хотите без боли стать андроид-разработчиком. А на сегодня у меня все, всем пока.